Страйк, спер и сплит. Химкинские школьники изучают новые иностранные слова на практических занятиях. Тема – спорт, а точнее – поулинг. Развлекательный центр при поддержке администрации города организовал для учащихся средних образовательных учреждений соревнования. Тонкости игры с шарами и кеглями изучила и Юлия Арянина. Главное, чтобы шар в руки удобно лежал и попадал по кеглям. Для старшеклассника Евгения Ильницкого это 12 номер. Молодой человек признается – соревнования по боулингу – отличный способ перезагрузки и отдыха от подготовки к экзаменам. Первая партия всегда хорошо проходит, а на второй почему-то все начинают хуже играть. И в этот момент нужно собраться, сконцентрироваться, прицелиться и хорошо кинуть. Шары для боулинга прежде всего различаются по весу. Так, самые легкие – шестерки. Цифры, указанные на них, обозначают, что они весят 6 фунтов или 2 килограмма 700 граммов. Прокатные шары одного веса зачастую выполнены в одной цветовой гамме. Достаточно сильно от них отличаются профессиональные шары. Прежде всего по составу можно добавить кварцевую крошку. Еще они имеют смещенный центр тяжести. И отверстия вытачиваются индивидуально под владельца. Пальцы должны входить не глубже, чем до первой фаланги. Инициатором мероприятия при поддержке администрации города выступило руководство развлекательного центра. В силе броска и меткости соревнуются учащиеся 4-х, 9-х и 11-х классов из 15 химкинских школ. Накануне прошел отборочный тур. До финала добрались 12 команд. В каждой по 3 человека. Внимательные, слушают и выполняют все требования, которые мы к ним предъявляем, объясняем. Правила они все соблюдают. Кто-то для себя откроет новый вид спорта и будут ходить сюда уже регулярно, может быть, с родителями, с друзьями. Как знаете, уже и для студентов, и молодежи проводились пинбольные турниры. Также будем и для школьников вводить какие-то новые мероприятия. Командам, где играют девочки, дают фору, то есть добавляют очки за каждую участницу. Для четвертых классов плюс 8, для девятых и одиннадцатых плюс 5. И играла, наверное, 20 раз в боулинг. Я выигрывала с детьми, когда со своими одноклассниками играла, первое место всегда занимала. Когда играю со взрослым, занимаю третье место, потому что они взрослые. Среди четвертых классов первое место заняла вторая школа, среди девятых – золото у третьей школы. Это же учебное заведение завоевало кубок победителя среди одиннадцатых классов. Команда Евгения Ильницкого на почетном втором месте в самой старшей возрастной группе. Юлия Орянина, Олег Мелехов, Служба новостей.